Смотрите, вот эти духовки мы купили, микроволновый печь, это булочки заматывают, ну сейчас у нас булочки нет, стеллажи вот эти купили, чайник. Руфия каждый день приходит на работу к 7 часам утра. Готовит вкусную выпечку, а все для того, чтобы накормить жителей летней ставки. В основном все национальное, да? Да, национальное, да. Так как я в Кабардино-Балкарии, я же говорю, прожила, там у нас сетинские пироги, сетины были рядом, балкарские хачаны, правда, сегодня я не сделала. Вот так что. Что больше всего берут? Берут больше пироги сетинские, хачаны и перемечен уж татарский. Руфия научилась все делать в Нальчике, где прожила 35 лет. Приехала в село вместе с дочкой и решила открыть небольшую пекарню. Благодаря социальному контракту женщина получила 350 тысяч рублей и закупила все необходимое. А до этого, то есть вы пришли, здесь почти ничего не было, да? Пустое помещение? Да, пустое помещение. Мы его оборудовали, ну, под себя, как могли, все. Соцконтракт помог приобрести и многое другое. Мясорубку, жарочный для пирожков, столы, посуду. Плюс к этому Руфия купила миксер и фритюрницу. Мы рады и спасибо соцконтракту, что мы вот так начали работать со своим оборудованием. А это Джамиля Дурдыева. Тоже живет в Туркменском округе. Раньше работала фельдшером-акушером. Сначала торты и пироги пекла для близких, а потом хобби переросло в дело жизни. Ну, у нас тут девочки тоже брали, в селе брали соцконтракт, но я не верила, что, возможно, на пищевой цех, чтобы открыть кондитерский цех, возможно, такое. Благодаря господдержке женщина получила 350 тысяч. Купила духовку, столы, миксер и посуду. Уже чистомес, большой миксер, чтобы сделать несколько бисквитов. Ну, для бисквитов, это для пирогов. Всем пользуюсь, всем довольна прям. С новыми возможностями расширился и ассортимент. От тортиков до других сладких десертов. Мороженое тоже хочу в ассортимент добавить. А есть для этого все? Ну, вот сейчас в рассрочку взяла мороженец. Буду. А так, рецепты нашла хорошие. Сама попробовала, но без мороженец все равно не то. Ну, это такое сезонное будет, да? Ну, как, и сезонное, и, возможно, зимой будут, если, не знаю, моя семья кушает зимой мороженое. В планах на будущее открыть свой маленький киоск. По поручению губернатора Владимира Владимирова программу в регионе курирует Краевое министерство труда и соцзащиты. Часть средств для финансирования выделяется из бюджета Ставрополья. Очень многогранны наши пользователи в этом плане. У нас открывается собственное дело и в бьюти-индустрии, и открытие предприятий общественного питания. Ну, в личном подсобном хозяйстве это, как правило, разведение птиц, животных, молочное производство. В Туркменском округе с начала года заключили уже 19 социальных контрактов. Если вы, как и наши герои, мечтаете открыть свое дело, но ваш доход ниже прожиточного минимума, поможет соцконтракт. За господдержкой можно обратиться в местные органы соцзащиты или в МФЦ. А побывали в гостях Анаит Даниилян и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.